и отправляюсь на судно так что здесь находились насосы капитанская каюта судя по наличию телевизора телефона даже внутри этой базы пришвартованы два судна верхний затвор свободно вращается градусник с делениями до 500 градусов по цельсию всем привет друзья с вами канал обо всем подземном и заброшенном underworld и его ведущий степов и сегодня у нас будет очень необычный выпуск сегодня будут не традиционные заброшки или подземка а сегодня я попытаюсь попасть на борт двух кораблей двух списанных точнее находящихся в резерве судов военных судов одно из которых является десантным кораблем и амином заградителем это судно может использоваться в двух ипостасях и второе судно пока его класс я точно не определил но думаю что если мне сейчас удастся подняться на борт то там я постараюсь разобраться в документации и может быть из этого будет ясно назначение второго судна но главная проблема заключается в том что суда находится на территории военного причала который ну в таком полузаброшенном состоянии находится но совсем рядом там находится морская военная база натовская военная база буквально в нескольких сотнях метров и территории у них смежные и поэтому теоретически вот этот причал куда я сейчас отправляюсь он должен охраняться история югославского военного флота юго-соловенска ратно мор на лица берет начало со времен второй мировой войны когда партизаны на небольших лодках совершали боевые и диверсионные операции против итальянского флота в адриатическом море а по завершении войны югославии отошло множество итальянских и немецких судов и подводных лодок по репарации или из числа захваченных во время военных действий но эти суда быстро устаревали и уже в 1960-х годах началось обновление югославского флота судами поставленными советским союзом поставки военных судов из ссср продолжались и в течение 1980-х годов до определенного момента дорога к причалу была вполне нормальная но сейчас начинается буйство зарослей и мне придется прибираться уже по буквально тропинке и вот дальше уже приходится прибираться по такому бурелому в буквальном смысле пробивая себе дорогу сквозь бурную растительность фактически приходится протискиваться сквозь такие вот естественные заграждения не за раз зацепляются за одежду и за кожу и даже толком не видно что тут под ногами и вот я добрался до границы территории этой базы здесь уже колючая проволока все было огорожено сейчас правда ее порезали но все равно судя по растительность сюда практически никто не ходит вот я прибираюсь там висит крупная табличка о том что эта территория является за при запретной зоны и охраняется сейчас какое-то время я буду как на ладони со стороны залива со стороны моря пока пробегу по вот этому бетонному пирсу и вот я уже нахожусь на территории базы самое неприятное чтобы меня не спалили со стороны залива на территории вот этой базы вот этого причала расположено несколько зданий некоторые из них пустые как это здание некоторые технические здания мы сейчас осмотрим обязательно и дальше я отправлюсь на борт этих судов на прогуляемся территории так здесь было хранилище топлива эти цистерны явно предназначались для заправки судов соляркой и здесь же находится насосная станция здесь очень сильно пахнет соляркой как видите все это практически в рабочем состоянии сейчас сняты двигателем но вся электропроводка все цело так что здесь находились насосы здесь даже автоматы электрические все целы здесь находятся ящики от боеприпасов вот еще одно здание на территории этого причала сейчас я попадаю во вспомогательное помещение вот здесь вот например не знаю видно вам на камеру нет написано место запушения то есть место для курения здесь такой хлам здесь понятно что был туалет и какая-то маленькая подсобная комнатерка кстати можно попробовать посмотреть здесь какие-то бумаги остались и вот читаем здесь написано должность разводника стражи е то есть обязанности разводящего охраны правила службы и подпись заместитель коменданта заставник не знаю как переводится это видимо воинский чин первого класса крадаревич милан так что здесь была кровь скорее всего опись вещей список ствари я думаю что это не очень интересно и инвентарь ска листа то есть тоже опись вещей ну что же теперь я отправляюсь на судно первое судно которое как я понимаю является вспомогательным кораблем югославской армии и вот я уже внутри одного из помещений этого корабля здесь вероятно было что-то типа кают компании может быть некая капитанская каюта суре по наличию телевизора телефона даже соедините с портом порт диспетчер порта с вами говорит капитан судно по 18 разрешите отдать швартову и выйти в открытое море вас понял выполняю ящики конечно же все пусты и самое интересное например посмотрим календарь с пивом никшечка которая исключительная гадость я вам скажу будете в черногории не покупайте пиво никшечка а календарь датирован 2006 году соответственно в 2006 году это судно было еще на ходу но и сейчас посмотрим документацию а вот очень интересный плакат удалось найти здесь перечислены основные характеристики и транспортные возможности судно pva это серия судна и и читаем выроста нами на я так понимаю что это предназначение водоносец помощь не брод привоз воды то есть это судно использовалось для доставки воды как я понимаю в ростоградни бродо гранжевни челик судно было построено на верфи челик ну и дальше идут характеристики этого судна длина 43 метра 75 сантиметров ширина 8 метров высота на носу 510 на корме 210 могучности корценя террита два танка которые берут 74 тонны воды два танка по 73 с половиной тонны два танка по 66 с половиной тонн укупно то есть всего четыреста двадцать восемь тонн воды и укупно 36 тонн горючего в общем во всяком случае с назначением этого судно удалось разобраться сейчас отправимся в капитанскую рубку но до капитанской рубки мне добраться было уже не суждено пока я фотографировал на палубе этого судна со стороны натовской базы к причалу уже приближался офицер еще через несколько минут он застал меня фотографирующим на палубе и вежливо попросил покинуть территорию причала к сожалению договориться с ним чтобы он дал немного время осмотреть второй корабль так и не удалось но давайте подробнее поговорим о подводных лодках которые были на вооружении югославского флота первоначально подводная флотилия была представлена немецкими лодками но уже в 1960-х годах югославия начала производство собственных субмарин за все время в составе флота было 16 подводных лодок к моменту начала войн за независимость югославских республик и распады страны состав подводного флота входили три лодки класса герой и две лодки класса сава а также по разным данным от четырех до шести универсальных малых подводных лодок класса у на и средства доставки пловцов мало использовавшиеся для подводной транспортировки диверсионных групп и сегодня я вам расскажу о базах подводных лодок по сути эти сооружения являются подземными базами подводных лодок потому что они построены вырублены в скале в скальном грунте для того чтобы обеспечить защиту с воздуха для подводных лодок для того чтобы обеспечить скрытность размещения этих баз база эти находятся на территории черногории были построены во времена югославии для собственно подводных лодок которые стояли на вооружении югославских военно-морских сил и база эти находится на полуострове луштица почему-то у нас принято считать что существует одна такая база хотя на самом деле таких дока таких подземных баз для подводных лодок существует на луштице 3 и 2 из них абсолютно идентична одна другой одна очень сильно отличается по своей инфраструктуре портал этой базы выглядит вот таким образом здесь присутствуют специальные металлические конструкции с металлическими сетками которые призваны были обеспечить во первых защитить портал от обвала и подводные лодки которые сюда должны были заходить и выходить с территории этой базы и также я так понимаю что здесь еще натягивались поверх маскировочные сетки чтобы не видно было с воздуха что же здесь располагается но сейчас к сожалению уже большинством этих металлических конструкций практически пришло в негодность еще интересно что здесь пришвартовано два судна я так понимаю естественно гражданского назначения вот это вот похоже на какой-то буксир называется он дубравец и порт приписки у него котер город котер и там вдали еще стоит одно судно которому тоже сейчас подойдем при входе в этот док для подводных лодок находятся две мощные лебедки скорее всего они предназначались для того чтобы опускать еще какое-то маскировочное сооружение которое должно было бы закрывать этот портал ну и обратите внимание какая глубина возле входа в этот док глубина очень солидная благодаря чистому морю можно хорошо разглядеть дно интересно что портал при входе обделан бетоном а дальше уже идет скальная порода практически в таком виде как она была выработана здесь немножко применялся еще способ обделки называемый набрызг бетон то есть для того чтобы предотвратить обрушение этой скальной породы возможное обрушение поверху было нанесено некоторое количество бетона это дешевле и проще чем с помощью опалубки заливать полностью весь и всю эту выработку бетоном здесь сохранились могучие герма двери причем они еще и не заржавели практически вот она нормально на петлях открывается закрывается затвор конечно уже заржавел сам привод затвора уже невозможно свернуть ну и давайте отправимся внутрь этой выработки сначала она отходит перпендикулярно от этого дока потом поворачивает под 90 градусов и выходит уже дальше параллельно доку на улицу то есть это просто запасной выход выход для персонала никаких технических помещений здесь не было но при этом она отделена получается четырьмя герма дверями три здесь и 4 при входе откуда мы вошли в эту паттерну интересно и приятно что все герма двери здесь целы ну или почти все вот здесь герма дверь спилена а вот эти герма двери уже присутствует или одна сейчас дойдем до выхода кстати судя по петлям здесь была обычная дверь вот она валяется и на входе такой же маска сооружения которое полностью обвалилась конечно можно выйти но тут же можно видеть над герма дверью вентиляционный клапан который позволял воздуху выходить наружу но не проникать внутрь в случае какого-то чп случае если снаружи воздух был бы загрязнен но и похоже что вот эти вот затворы вполне себе рабочие верхний затвор свободно вращается нижний затвор несколько заржавел но дверь в очень хорошем состоянии ну что же а я сейчас предлагаю зайти на борт этого судна и посмотреть что оно представляет из себя изнутри здесь конечно полный бардак тут был холодильник телевизор это была я так понимаю каюта но вся электропроводка цела и можно спуститься вниз в носовую часть здесь очень небольшое помещение тут еще один телевизор были лавки стол но скорее всего это была кают компания там внизу люк в тлюм и небольшое помещение здесь какие-то механизмы приводы видно здесь передача все это было смазано обильно смазкой солидоли но сейчас корпуса открыты что же продолжим изучение этого судна и поднимемся на верхнюю палубу здесь находилась лебедка причем по моему ручная все уже естественно тоже приржавела лебедка нужна была я так понимаю для спуска подъема якоря скорее всего а это люк в трюм этого судна трюм какой-то крайне небольшой и смысла сейчас туда отправляться нету а вот сходить внутрь машинного отделения я думаю будет интересно и вот она дверь машинное отделение мне здесь находится такой дизелечек сильно воняет соляркой градусник с делениями до 500 градусов по цельсию и вот сам дизель я так понимаю что раз два три 4 5 6 цилиндровый дизель в этой технике я конечно к сожалению не разбираюсь электрические приборы генератор различные электрические переключатели автомат на 24 вольта генератор трехфазный на 380 220 вольт 50 ампер 50 киловольт ампер как я понимаю вольтметр до 400 вольт амперметр до 150 ампер киловатт и до 80 киловатт а это собственно и есть генератор генератор мне кажется производства германии вот так вот выглядят корабельные дизели главное чтобы сходни подо мной не провалились это кстати воздушные фильтры как я понимаю и могучая хреновина с ручным приводом кстати хреновина вполне себе легко вращается интересно если это судно на ходу интересно как его вообще запустить было бы попробовать в капитанской рубке увы пустота как я понимаю вот это белая штуковина здесь должен был располагаться штурвал здесь бортовая документация но судя по всему это судно уже никуда не поплывет единственное что можно посмотреть журналы бродский дневник судовой журнал судно дубравица 1990 годом он начинается и вот здесь например первая запись 25 мая 1990 года с 8 15 до 10 15 реворкер и радио работал судно я так понимаю судно работала 20 мая а 26 мая на судоверфи 27 мая на судоверфи 28 мая с 11 15 до 13 30 асиста асистарио соответственно помогал выполнял какие-то работы судно билей шарлот я так понимаю что это буксир был до приликом пролазка проскумбургский теснац при проходе через кумбургский пролив леник а от зеленики до биелы в 13 13 30 до 14 45 совершен маневр шарлоты это то судно которое буксира сопровождал этот буксир саванские страны южные оба совершен маневр я так понимаю что судно пришвартовано к южной набережной ну и так далее различные записи все 90 год 90 год вот тут уже ближе к концу я так понимаю более свежие записи 17 декабря 2003 года указано суда я так понимаю который буксировали сопровождались этим буксиром обратите внимание что вся электропроводка здесь перерезана ну в общем да скорее всего это судно уже полностью выведена из эксплуатации и ждет его распил надо полагать так что этот буксирчик дубравица к сожалению уже навряд ли выведет в рейс повсюду в этом доке разбросаны огромные канаты для швартовки кораблей смотрите только какой добрый размер имеют эти канаты вот по сравнению с моей рукой например и здесь мы можем видеть небольшое углубление выработку очевидно здесь должны были находиться какие-то технические приспособления для обслуживания подводных лодок на противоположной стороне есть такая же выработка она сейчас закрыта решеткой здесь видимо решетка даже не планировалась установка решетки мы отправляемся ко второму судну которая называется polaris тоже скорее всего буксирчик я так думаю в еще более плачевном состоянии здесь хотя бы сохранился штурвал он кстати вращается вот привод редуктора от него идет цепь то есть привод штурвала как я понимаю был цепной здесь редуктор и дальше идет цепь рубка капитанская здесь очень скромная по своим размерам я бы сказал крошечная и в потолке еще некое приспособление которое очевидно тоже должно вращаться точнее даже она вращается но с трудом остатки электропроводки я даже не поленился сойти с борта судна чтобы посмотреть а что же это за ручка в потолке она сопряжена с прожектором мощный прожектор но скорее всего это тоже буксир здесь вот в носовой части тоже я так понимаю с ручным приводом лебедка лебедка которая должна поднимать и опускать якорь масса канатов для швартовки судна вообще честно скажу очень непривычно себя чувствует на борту корабля к тому же где можно так спокойно походить все посмотреть то есть не просто как пассажир я так понимаю что вход в машинное отделение сейчас закрыт посмотрим здесь еще есть каюта здесь вот такие лежаки на цепях я так понимаю чтобы моряки могли спать здесь если судно уходило на какое-то более или менее длительное время здесь же какое-то техническое технологическое оборудование что интересно сюда же сохранилась канистра похоже с соляркой или может быть с каким-то смазочным материалом здесь же сохранилась рация она уже правда вся давно покрылась плесенью precision series цифровая рация midland спасательные жилеты там еще какое-то барахло навалено здесь же видим два манометра один измеряет в барах до пяти бар второй до 40 килограмм как я понимаю а нет килопаскали на сантиметр квадратный интересно опять же все эти рычаги поворачивается и там даже что-то потекло и вот я добрался до конца этого дока до его торцевой стены здесь предусмотрен спуск к воде с противоположной стороны тоже в полу присутствуют точно такие же приемки вот здесь вот можно увидеть что сделан вывод трубы вот здесь вот видно очевидно это было сделано для заправки подводных лодок водой а вот это самая ниша которая находилась за решеткой с другой стороны такой решетки нету ну и фактически полностью исследовав этот док для обслуживания подводных лодок и посмотрев два судна которые здесь находятся на своей очевидно последней стоянке я его покидаю тут рядом находится еще один точно такой же док в которой мы сейчас отправимся и вот сейчас я приближаюсь ко второй базе подводных лодок она расположена всего в двухстах метрах от той в которой мы только что были интересно сейчас будет посмотреть если там какие-нибудь суда технически она в принципе ничем не отличается от той первой базы по пути к базе можно видеть такое сооружение можно было бы конечно предположить что это караулка но судя по таким живописным карнизом расположенным над заложенными окнами становится очевидно что это здание намного старше чем тот период когда здесь строили какие-либо военные базы вот еще одно сооружение здесь к нему подходил кабель электрический под землей здесь все раскопали все выдрали а само сооружение вот на пригорке я так понимаю что это электрическая подстанция там с трудом но виднеются изоляторы электрические совсем рядом с базой можно видеть такой приямок сложно сказать для чего он предназначался ну и вот она вторая база конструктивно она ничем не отличается от той которую мы видели до этого только тут в лучшей сохранности вот эти лебедки которые при входе нее сейчас можно видеть на дальней стене ручной привод этой лебедки оказывается она имела ручной привод здесь он к сожалению отсутствует и вот кстати можно видеть стальной трос достаточно хорошего сечения который шел от той лебедки и поднимался наверх теперь становится понятно предназначение этих конструкций предназначения лебедок то есть вот эти вот конструкции они вообще опускались и перекрывали проем в горе видимо на них находились маскировочные сетки чтобы невозможно было сверху с воздуха разглядеть что здесь находится какой-то подземный объект ну и также здесь видим водопроводы при ямках идущих вдоль всего дока остатки электрической разводки точнее разводки вообще не осталось только одна коробка но масштабы здесь конечно да масштабы здесь конечно поражают здесь тоже в этом доке подземном использовался набрызг бетон для того чтобы укрепить вот видно кстати еще арматуры сетка поверх которой напыляли бетон для того чтобы предотвратить обрушение горной породы и масштабы здесь конечно добрые тоже в торцевой стене в дальней стене видны скобы которые уходили наверх но не до конца непонятно или здесь должен был находиться кран балка еще возможно для обслуживания подводных лодок которые либо не установили либо уже благополучно демонтировали такой же спуск к воде в торце этого дока а вот здесь можно даже видеть этот самый вывод трубы водопроводной здесь бетонная конструкция в которую он выходил разрушена оголовок трубы скорее всего это керамика либо композитный какой-то материал тяжело сказать вот там вот видно вывод трубы но там уже выходит оголовок трубы металлический вот как это все выглядело тоже ниша за решеткой где собственно ничего нету сейчас но мы приближаемся к эвакуационному выходу здесь он расположен по другой стороне дока вот уже слева в стене видна ниша это как раз аналогичные тому что мы видели в предыдущем доке эвакуационный выход с такой же пузатый гермой тоже здесь можем видеть клапан ну и давайте пройдем внутрь паттерны здесь тоже в принципе все аналогично предыдущему доку который мы видели тоже стены укреплены набрызг бетоном правда здесь почему-то две перегородки там было три и одна гермодверь тоже над ней расположен клапан воздушный гермодверь в несколько худшем состоянии немножко более ржавая но можно тоже попробовать ее пооткрывать-позакрывать что-то с трудом ворочается но она хорошо заржавела и тоже выход на улицу собственно который который также закрыть сверху обвалившийся маскировочной сеткой и вот он с этой стороны привод лебедки сохранившимся штурвалом интересно работает ли этот штурвал можно ли повращать да вполне даже функционирует правда почему-то а нет даже передается усилия на вот эти вот приводы на которые наматывался трос то есть все вполне себе функционирует после распада югославии часть флота отошла хорватии основные судоверфи где строили югославские военные суда были расположены в хорватском городе сплите они работают и в наши дни только строит на них сейчас гражданские суда в том числе и для ряда европейских государств большая часть судов и подводных лодок осталось составе союзного государства сербии и черногории а после его распада в 2006 году сербия лишилась выхода к морю и весь морской флот отошел черногорию однако флотилия подводных лодок была расформирована еще ранее в 2005 году черногория предпринимала попытки продажи военных судов другим государствам часть из них были проданы египту том числе и десантный корабль минный заградитель класса силба дмб 241 который был оплачен но так и не был поставлен в мс египта на борт которого мне так и не удалось зайти ну что ж друзья вот и завершился первый день моего путешествия на полуостров луштица вообще конечно очень приятно ощутить себя под конец такого насыщенного дня в палатке в комфорте да в комфорте хоть и в походном но реально в комфорте потому что у меня сейчас тут тепло уютно у меня закуплен ужин готовый так что сейчас я перекинул все материалы которые сегодня записал на ноутбук приятно поужинаю и с утра пораньше продолжу съемки следующих сериях вас ждет еще много интересного старинные форты и база югославской армии позиции береговой артиллерии конце девятнадцатого века и еще одна база подводных лодок с сюрпризом поэтому обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски и не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться им со своими друзьями до скорых встреч и всего вам самого наилучшего и спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!